итак ребята я вас приветствую на моем youtube канале владислав дудукчанов обязательно ставим лайк данным видео если она вам понравится и пишите в комментариях чтобы вы хотели еще узнать или если у вас сейчас появятся вопросы ну а я начинаю итак данное видео посвящено тому что же такое каналы тренда трендовые каналы и в принципе тренд да как таковой у каждого тренда или микро тренда есть свой канал или есть ли не обязательно особенно если вы новичок и скорее всего вы новичок наносите поначалу эти линии тренда чтобы понимать куда идет рынок так вам будет проще ориентироваться и как данную линию или канал в принципе вышли из него отработали можно из принципе стирать итак начнем хочу записать такое быстрое коротенькое понятное лаконичное видео и так значит смотрите что такое линии тренда вот важно понимать в трейдинге при принятии решения о входе в сделку принимается назначит ну смотрится по четырем параметрам и по ним принимается решение первый параметр это price action а у меня будет через одно или через два видео также на моем youtube канале или может уже было в общем серия сейчас у меня идет видео именно по тому как я принимаю решение в сделку до price action это как каждый себя бар ведет закрывается я торгуют только на пятиминутном таймфрейме до в течение дня мои такие да и трейдерские сделки это price action как закрывается каждый бар анализ каждого бара что на самом деле там происходит там на самом деле ребят целая битва целая война и целый мир происходит зовут просто вот этими свечками и тот кто ну научился читать научился понимать что там происходит в большей степени вероятности случаев оказывается прав до больше чем 50 процентов как минимум и так а второй критерий это трендовые каналы и в принципе тренд да это второй третий критерий это горизонтальные сильные уровни поддержки сопротивления ну и четвертый тренд это может быть объем могут быть объем да это объемы и в принципе ну далее там уже пойдет механика рынка понимание где стоят стопы кого где будут выбивать но это уже больше как бы к трендовым каналам и уровня то есть вот эти вот четыре главных параметра это объема это так знаете достаточно второстепенный но все равно тоже имеет место быть вот поэтому так и так смотрите значит что такое трендовые каналы что такое вот уровень тренда для начала у нас есть сильный уровень вот этот белая линия это 410.2 и 2 можно сказать да по инструменту спай вот я торгую только инструментом спай потому что каждый инструмент ходит абсолютно по-своему в каждом инструменте и сидит кучка тех трейдеров инвесторы которые делают примерно похоже повторяющуюся количество раз вот в спай при вот тут не просто кучка инвесторов трейдеров тут просто большое количество трейдеров потому что это самый главный инструмент на рынке это в принципе фондовый рынок s&p 500 до спай т.ф. и вот как издавна привелось трейдерам торговать по определенным правилам в принципе крупные трейдеры так и торгуют спустя уже большое количество лет вот они так торгуют и так смотрите значит трендовые каналы если мы видим что у нас инструмент снижается откуда да мы можем начертить линию тренда как таковую да вот вот эта красная линия я думаю она вам видно давайте хотите я буду ее желтой делать наверно вот так будет получше по ярче да я смотрю все давайте вот желтую чтоб четкого видно вот мы видим да у нас есть вот желтая значит диапазон желтая то у нас при маркет это у нас с 11 часов внизу веч время видите с 11 часов при маркет начинает китайцы там европейцы подключаются и значит основная сессия американская открывается в 1630 это летняя сессия зимой там на час время меняется 1730 до есть у нас синий диапазон это пост маркет после закрытия основной сессии основной сессии закрывается в 2300 и до 25 55 в общем почти до трех ночи да это у нас пост маркет ну в это время лучше не торговать потому что там особо объемов больших каких-то нет здесь на на пост маркете ну так может иногда крупняк что-то там подкупить продать это не факт обычно под закрытие он это делает а на открытие это рынке не столь такие ликвидные покупают продают такие там как китай европа все равно все самое основное происходит на основной американской сессии 1630 хоть и здесь мы видим 1630 какой-то боковик но все равно здесь основное все происходит если мы видим что вот у нас инструмент на при маркете неважно там при маркете вообще мы видим до что в принципе инструмент падать вероятно какой тренд вероятно нисходящий мы проводим да вот так вот линию тренда мы видим что инструмент под линии тренда ходит и рано или поздно пытался пробивать но это ложный пробой ложный пробой то когда пробил и обратно ушел то есть не получилось пробить но мы видим что здесь инструмент пробивает более сильнее потом откатывать так вот задача как и в предыдущем видео я рассказывал о том чтобы торговать только по тренду вот пока вот эту вот линию ос это основная линия тренда вот пока ее основной эту линию тренды не пробьют вода пробьют а потом не откатиться к ней то есть тестирование вот этого экстремума экстремума до этого случая все сделки здесь смотрятся только на short то есть на нападение 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 short заработок нападение Как только эту линию пробили Все равно здесь еще возможно сделочка на шорт Да, а она также на шорт И вот как только пришли к экстремуму И вот и тестируем И красивые бары бывают у вас появляются А бывают и некрасивые Но я побольше расскажу По-моему у меня будет в следующем видео Что такое сигнальные бары И именно в том промежутке этапе рынка Где должен быть разворот Вы должны увидеть сигнальный бар Если его там нету Особенно если вы новичок Вам нет смысла заходить Конечно бывают сигнальные развороты И без сигнальных баров Вот допустим вот здесь разворот Он без сигнального бара особо произошел Но это уже более так сказать Левел другой Для начала вот такие вы должны бары дожидаться Сигнальные бары Это просто идеальный сигнальный бар То есть попозже В следующем видео я расскажу что такое Или вот здесь Здесь не идеальный сигнальный бар Здесь внешний бар Итак сейчас значит про тренды Вот в этом в этом Мы торгуем только вниз Вот когда мы пробили Отскочили Но я в предыдущем видео Рассказал Нет смысла рассказывать Итак здесь мы видим что у нас был нисходящий Какой-то канал Да если вот так мы можем провести Какую-то линию Мы видим что Давайте я в желтый ее поменяю Мы видим что у нас инструмент Как-то шел в канале Когда вот у нас инструмент Попробовал выйти из канала Для нас важнее вот эта линия тренда Выйти из линии тренда Нисходящей Потом прийти Отконсолидировался Здесь получил слабость И ушел наверх То вероятно у нас тренд развернулся Как у нас тренд развернулся У нас вот есть значит Вот раз два Но и мы вот так проводим Линию тренда Давайте ее пожирнее выделю Вот у нас есть линия тренда Восходящая Здесь у нас инструмент развернулся Также у нас есть Это основная линия тренда Также у нас есть Линия трендового канала Как я отделяю трендовый канал От трендовой линии Трендовая линия это основная Давайте я ее жирнее выделю Вот это основная линия тренда. При пробитии ее тренд меняется. И то при определенных обстоятельствах, которые я скажу. То же самое здесь есть. Линия тренда при пробитии ее тренд меняется. И то при определенных обстоятельствах, как видите, здесь не произошел. Но я попозже расскажу, почему так и на самом деле, что здесь происходит. Самое главное, вы должны понять, есть основные линии тренда. Есть линия тренда нисходящего тренда. Есть линия тренда, то есть как поддержка восходящего тренда. А бывают микротрендовые каналы. Как видите, вот здесь у нас была зелененькая такая линия. Это линия тренда. Зеленая тренда, но тоже ее чуть пожирнее выделю. Вот эта зеленая тоже линия тренда. Тоже раз консолидация, два консолидация, три консолидация. Пробили, пришли с другой стороны, отконсолидировались, развернулись. То есть по сути, о чем я вот здесь, хочу показать, да? О чем я, неудобно, о чем я вот здесь рассказывал, всегда, когда мы говорим о развороте тренда, неважно, основной тренд или микротренд в течение дня. Да, вот в данном случае у нас боковик. И в боковике у нас есть микротренды. У нас есть у боковика верхняя зона, нижняя зона. Как торгуется боковик? Здесь набираются шарты, здесь набираются ланги. То есть двухстороннее движение, это значит, что в данный день нет тренда. Получается, что вот от нижней границы до верхней, это же у нас тоже тренд, но это микротренд в течение дня. Потом здесь же тоже у нас есть тренд, вот нисходящий. Это тоже микротренд, тоже в течение дня. если мы в боковике то у нас могут несколько раз быть микро тренды если мы бывают дни у нас когда в начале день тренд потом часа на два на три затухает и потом возобновляется тренд то есть есть пять разных итераций возобновления тренда я рассказал как это бывает бывает вот как сейчас день бокового чаще всего так на день боковика день торгового диапазона так называемый бывает тренд с открытия то есть открытие начали и в принципе падают и где-то на про противоположной диагональной стороне закрываются третья вариация бывает знаете как падает очень долгий боковик падает очень долгий боковик падает это называется день тренда но с торговым диапазоном это достаточно такой можно сказать трендовый денек но он слабенький с торговым диапазоном это сколько 4 и ну вот это вот основные боковой тренд открытия а бывает еще день разворота именно где-то в течение ну шести пяти часов вечера это где-то полтора-два часа с открытия сессии отбывает называется разворот утренней вершины то есть бывает растет 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 потом какую-то двойную вершины улетел противоположную сторону вот это 5 вот только в пяти вариантах в основном двигается рынок ну то есть это вам нужно обязательно понимать чтобы знать какая что как сегодня будет вести себя рынок и из данной конструкции торговать если у нас нет очевидного тренда как сегодня то есть торгуются как боковик от верхней грани берется в short от нижней грани берется блог то же самое здесь 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 но здесь уже вопрос здесь уже вопрос Здесь не факт, что мы будем падать Потому что есть понимание, как закрываются инструменты Закрываются они не всегда в боковике Если у нас боковик, то, как правило, могут этот боковик прошибнуть И можем оказаться повыше Повыше, как минимум, чем этот максимум То есть выйти из боковика Рано или поздно инструмент выходит из боковика И при других днях тоже есть свое закрытие Где и как в основном закрывается инструмент О каналах трендовых Так вот, если у нас, опять же, да Если у нас тренд, есть его, в данном случае, бычий импульс То есть быки показали агрессию, что они есть Как правило, первый выход, он хомячий Потом крупный капитал, что делает? Обламывает их А сам заходит по лучшей цене и толкает цену И быки здесь опять прилипают То есть первый всегда импульс при тренде То есть первый пробой Он и говорит о том, что вероятен разворот Всегда нужно дожидаться после него экстремума Всегда То же самое здесь, видите, восходящий тренд был Был импульс, потом пришли, отконсолидировались Да, экстремум, можно сказать, этот отконсолидировали Да, чуть выше, но неважно, это зону отконсолидировали Ну, как бы отработали, поняли, что мы ее пробить не можем Долго-долго мы парились, но в итоге мы пробились А я вот здесь становился в шорт Когда уже более идеальное что-то пошло И три к одному я забрал Вот здесь я скинулся Потому что, видите, рынок отработал тик в тик Вот здесь стояли стопы Когда вот, ну, на вот этом развороте На идеальном сигнале бара Входили Вот здесь стояли стопы Потому что стопы переставляют под бар вход Ну да ладно Я, в общем, хочу вам много рассказать Но на самом деле нужно важно структурировать И вот я рассказал, когда случаются развороты Также у нас есть некие трендовые каналы в течение дня Вот видите, трендовый канал Это восходящий трендовый канал Вот я красненькими линиями выделил Давайте вот так Вот так, чтобы много лишнего не было Вот так То есть вот он, трендовый канал Да, в нем тоже инструмент ходит Эти трендовые каналы, как правильно Они работают по тренду В них, в них тоже принцип тот же самый работает То есть есть у нас какой-то тренд Есть выход из тренда Потом тест этого выхода Да, экстремума, можно сказать Ну, не особо экстремума Но именно вот этого выхода из канала И потом уехали Да, то есть все так работает Любой тренд Любой тренд Если вы видите, куда-то идет цена Так просто, чтобы выйти Всегда он придет оттестировать В 99% случаев придет оттестировать Бывает, не приходит тестировать Ну, наверное, хорошо В 5% случаев Но это когда очень сильный дамп или памп Такое смысл рассматривать не стоит Потому что оно такое очень редко Или бывает там V-образное движение Ну, здесь оно тоже отчасти V-образное Но все равно мы пришли оттестировать Что важно понимать Вот когда инструмент фондит в трендовых каналах Важно понимать Что он там делает Что он там происходит Значит, с ценой Что он чертит и так далее Вот я здесь вижу Раз, два, три Можно сказать, как тройная вершина Можно сказать, как три толчка Вот это лучше всего работает Когда раз толчок, два толчок, три толчок Как правило, вот этот третий толчок Он не достигает Он не достигает Линии, если Вот этой тренда Да, вот видим Четко линию тренду по максимуму Правом не достигает Это говорит о слабости Это говорит о слабости И вероятном развороте Тогда инструмент пытается разворачиваться И уже нужно искать Сделки на шорт В данном случае Это что касается Вот именно трендового канала Видите, за трендовый канал Конечно, могут и выходить Линии и так далее Далее, что бы хотел сказать Что еще вот Линии трендового канала Вот, допустим У нас здесь какой-то разворот произошел И что у нас здесь происходит Здесь у нас происходит Также пытаются развернуть Но мы еще даже не пришли вот сюда Чтобы тестировать экстремум Да, мы что-то тут приподнялись Но с большей долей вероятностью Мы окажемся где-то как минимум здесь Да? Ну, просто если мы зацепим в этом видео Мы узнаем Если нет, то нет Вот что нужно понимать О трендовых каналах То есть всегда в трендовом канале Торговать по тренду Всегда в трендовом канале Торговать по тренду Всегда в трендовом канале Торговать по тренду Да? Только когда идет пробой тренда И потом экстремум тестируют Или тестируют точку пробития И там слабость Тогда мы можем смотреть Сделки в противоположном направлении Это все, что вам нужно знать О трендовых каналах Давайте другой день возьмем Вот смотрите Здесь у нас вот с открытия Инструмент снижается Мы можем вот такую вот линию тренда провести, да? Линию тренда провести. Мы видим, что инструмент снижается. Вот если мы под этой линией, мы ищем сделки на шорт. Где здесь сделки на шорт? Ну, во-первых, вот с открытия, раз вершина, два вершина, вторую вершину сделали, вот здесь сделка на шорт. Стоп приказ, вот сюда, 0.18, ну это очень огромный, ну при повышенной волатильности, да. 3 к 1, пожалуйста, сделка дала. Далее, мы под линией тренда видим, что здесь опять слабость и первый бар пробил предыдущий минимум. Мы опять встаем в шорт. Стоп приказ у нас вот 0.15, значит мы умножаем на 3, 0.45 должна сделка дать. Вот она сделка, отлично дала 0.45. Мы понимаем, что у нас после кульминации двойной вершины минимум 2 ноги. Раз нога, два нога. Здесь почему нога не может закончиться? Потому что, чтобы вторая нога закончилась, она должна пробить предыдущий минимум. Но так как эта нога делится на 2 этапа, мы вот этот этап доплюсовываем еще сюда. Поэтому здесь сделка, если здесь сделка вот такая, вот такая. В принципе она дала 3 к 1, да, на 3, правда, минутном таймфрейме. Далее видим какая-то консолидация, здесь слабость. И еще одна нога. Примерно, как минимум, плюс-минус такая же. Как это считать? Ну, как по стандарту считается, вот, до конца и потом на максимум. Вот, в принципе, две ноги сделали. Условно, как флажок, да. Хорошо, две ноги сделали. Потом у нас, да, тут сильный уровень, опять же, есть 410.2. Ну, так, среднесильный, я бы сказал. Ну, есть. Мы видим, что пошло выкупание. Пошло выкупание без особо каких-то сильных, ну, как здесь выстрела сильно нет. А значит, что это, вероятно, выход идет ложный. И у нас здесь есть пробой. Пробой вот этой линии тренда, да, он есть пробой. Что нам об этом говорит? Нифига это не разворот тренда. Нам нужно увидеть пробой хороший, посильнее, но даже такой нам тоже подходит. Потом приход, тестирование, плюс-минус предыдущего минимума, как минимум его прорезают. Потом красивый прайс-экшен и разворот, да. Это просто великолепный день. Вот я здесь вижу даже 9 сделок, но хороших, идеальных, я увидел 6. А отработал я только 3, потому что 3 другие было с повышенной волатильностью, больше, чем моя стандартная, и я в них не ходил. Хотя можно было с пониженным стопом. Вот она, 1 сделка, вот она, 2 сделка, да, а вот она, 3 сделка. Я в первую не вошел, во вторую не вошел, вошел вот в третью, вошел вот в четвертую, вошел вот в пятую, и вот она, 6, я в нее не вошел. Здесь я уже был на тренировке. Ну, здесь вход 1, и вот здесь вход 2, даже 7. Ну, ладно, мы видим, что у нас вот опять пробивается, да, и где у нас здесь вход? Вот, как минимум, как минимум мы должны прийти вот сюда куда-то отритестить. Вот у меня был здесь стоп, я здесь стоп, ну, скинул позицию, я дальше не знаю, пойдет или не пойдет ниже, да. Однако, будет какой-то тест, и я забрал 3 к 1, и для меня нормально. Я вижу, что здесь мы, соответственно, ну, то есть пробили линию тренда, пробуем падать, нам нужно какой-то красивый price section. Price section, это как себя ведут бары, у меня будет в следующем видео, об этом я расскажу. Вот price section, вот красивый, это внутренний бар разворота, когда у нас первая попытка разворота была, не увенчалась успехом, выбили стопы, красивый внутренний бар. Вход на 1 тик выше этого бара, вот сюда, стоп, приказ на 1 тик ниже этого бара, 0.08. Вот это уже стандартный вообще стоп, идеальный, мой любимый стоп на спай. 0.08, тейк 0.25. 0.25, тейк, отлично, дала 0.25, тейк. Ну, так как это очень крутой разворот, можно было подольше, но в первую волну побольше я бы не вставал, поэтому я бы здесь максимум забрал 0.25. Почему? Потому что могли сделать двойное дно, но бывает, когда очень сильный импульс, двойного дна нету, где же тогда заходить? Когда первая консолидация прошла, вот первый красный условно бар, именно бар, не просто красный, а пробил предыдущий минимум. И когда какой-то там следующий бар пробил предыдущий максимум, вот именно вот здесь вставать, а стоп, приказ, ну, в данном случае под бар, вот этот вот условно, он был как сигнальный. Ну, это бар консолидации. 0.10, 3 к 1 отсчитываем, это 0.30. Вот, пожалуйста, сделано. Здесь она тоже была, но это уже менее какие-то вероятные. Вот, видите, это линия тренда. Помимо этой линии тренда у нас также есть трендовые каналы, которые двигались в течение дня, когда инструмент где-то и как ходил. Вот, видите, у нас есть тут тоже достаточно трендовый канал, но этот канал называется клином. То есть, клин – это фигура на продолжение тренда. Но все равно это трендовый канал, в нем мы торговались, в нем даже, даже, я вам скажу, вот здесь сделочка после этого бара была на лонг. Так, это тоже сигнальный бар, первый бар, который пробил предыдущий максимум. Стоп-приказ 0.09, тоже против тренда, тоже сделка. Но, вы, если новичок, а скорее всего вы новичок, ну, лучше против тренда не торгуете. Вот такие вот сделки не берите, потому что вы вот здесь не сориентируйтесь быстро, когда и где здесь нужно вставать на продолжение тренда. А на продолжение тренда нужно вставать вот здесь. Вот стоп-приказ, да, под бар, значит, вот этот вот сильный разворот, это сколько здесь, ну, 0.9, да, и 0.27, вот так вот, забор вот этой вот сделки. Далее, здесь у нас колючая проволока, это тоже паттерн продолжения тренда, видите, ловушку делают раз-два, это поколючая проволока, это просто флажок. Стоп-приказ за этот 0.7, здесь 0.20, все отлично, также забрали тейк, хотя я просто в серединку забрал. Вот, это что важно понимать по каналам тренда или трендовым каналам, да, вот эта вот линия основного тренда, это трендовые каналы. Здесь у нас тоже, также можно сказать, был трендовый линейкий канал, да, ну, вот, грязный, конечно, его прошибли туда-сюда, но можно тоже сказать, да. Как таково он здесь какой-то роли не играет, все равно самое главное внимание отделяется в течение дня линии трендового канала. Потому что, как правило, видите, она служит сопротивлением, здесь ее уже пробили, ага, медведи понимают, что уже быки пробили линию, ну, нужно прийти, сконсолидироваться в экстремум или даже ниже. И как только красивый прайс-экшн покажется, вот он, красивейший прайс-экшн, красивейший сигнальный бар, внутренний бар, который, он на самом деле зеленый, просто подключите себе страт-ассистент, будет вам анализировать, подсвечивать бары, так удобнее ориентироваться, потому что мы же визуалы быстро, где какой бар подсвечивается. Если мы говорим внутренний бар, то этот бар, вероятно, развороты, но в контексте, где он должен быть, видите, тоже здесь внутренний бар и якобы развороты, но здесь контекста для разворота нет, потому что мы под трендовой линией, мы ее ни разу не пробили. Пока мы трендовую линию не пробили с более-менее каким-то импульсом, ну, забудьте, прайс-экшн работает только в совокупе с теми данными, о которыми я рассказал. Здесь он сработал, а здесь он не сработал. Именно, видите, в зеленом ободке по тренду, здесь он в красном ободке. Дальше, где еще, ну, вот здесь он был, вот здесь он был и кто-то тут пытался развернуться. В принципе, на типа его пробои здесь лонг, но это была ловушка, но начертили специальный такой бар. Почему это была ловушка? Да очень просто, почему мы должны были здесь развернуться? Мы должны протестировать экстремум, как минимум, даже, может быть, и ниже его уйти. Это во-первых. Во-вторых, предыдущий бар у нас, бар внешний и доджи, то есть неопределенность на рынке. Рынок не знает, куда идти, здесь точно не сигнал наверх. Когда, блин, реально приходит сила, ее видно. Да, когда у нас раз попробовали, не получилось, второй раз попробовали, не получилось, уехали. Где мы здесь раз-два попробовали, или где мы тут двойное дно, вот те, кто думает, что двойное дно, и здесь нужно ловить, они вот здесь встанут. И это просто ловушка. Дожидайтесь, как минимум, теста вот этой вот, значит, пробои этой линии. Здесь почему мы должны развернуться? Ну, вообще нет ничего для этого. Мы пробили, ну, чуть-чуть трендовую линию. Мы хрен знает, откуда начали подниматься. Если бы мы шли вот так вдоль канала, и вот здесь сильно пробили, и потом откатились, тогда да. Но из-за того, что мы хрен знает, откуда, и здесь уже импульса особого нету, почему мы здесь должны расти? Вообще не должны. Тупо сделали ловушку и развернули. Еще и этот бар подсказал. Еще вот этот бар сказал, что это колючая проволока на продолжение тренда. Вот здесь я так же вставал в шорт, ну, правда, досюда, и пошел. Здесь, конечно, я остался бы там, мощно было, но что есть, то есть. И вот он, красивый разворот. Пожалуйста, другой день. Здесь у нас день Баккавик. Здесь ничего такого нету. У нас есть верхняя граница боковика, есть нижняя граница боковика. В течение дня торгуются от верхней границы до нижней границы. Видим, инструмент падает. Но здесь особо точек входа, на самом деле, честно вам скажу, здесь я не входил. Единственное, вот сигнальный бар, типа красивая точка входа, вот здесь можно было и две ножки сделать. Вот единственная точка вход за день, вот она, стоп приказ, ну, 0.04 и 0.16, 0.16, вот. Но это очень маленький тейк и стоп, вот единственная сделка за день. Почему эта сделка? Да потому что вот этот бар подсказал о развороте. И тут пошло сужение волатильности. Вот он, первый импульс. Ну, смотрите, то же самое происходит, да. Есть у нас трендовый некий, значит, канал, да. Вот трендовый даже, можно сказать, клин какой-то, да. И в нем, значит, инструмент, он торгуется, торгуется, плюс-минус это вот так, да. Плюс-минус вот так. Вот, инструмент как-то торгуется, торгуется. Есть сильный импульс выход, быки показывают, что они, в принципе, есть. Потом их идет выгонка, то есть опять экстремум отец, потом красивый бар. Это все то же самое, что и вот здесь. Все то же самое, просто здесь огромная волатильность, здесь маленькая волатильность. А так идентично, просто здесь мало количества трейдеров участвует, поэтому и маленький профит, перекрывающиеся бары, боковик. Там прям трендовый день и много количества трейдеров участвуют. Как видите, работает одинаково. Далее, предыдущий день. Ну, предыдущий день мне вообще тут не нравился, я тут не увидел ни одной сделки. Бывают такие дни, что ни одной сделки. Редко, но бывает. Вот здесь, как бы, да, может быть, вот этот тренд, но я здесь не вижу, почему мы должны были здесь развиваться. Здесь были новости одни, выкупили. Здесь ничего такого нет, вообще нету. От того, что мы здесь хрен знает откуда пробили, ну, типа подумали, что мы были падать, вообще ничего нет. Ну, вот реально такой день ничего нет. За любой другой день, в основном, я могу сказать, что есть. Пожалуйста, есть у нас линия тренда. Здесь есть трендовый канал. Трендовый канал, о чем я рассказывал, да, возобновление тренда. Тренд, значит, на 2-3 часа там стихли, продолжение тренда, да. Всегда торгуются по тренду. Что это значит? Это если мы растем, значит, мы здесь ищем сделки на лон. Сейчас я вам покажу все эти сделки. Если мы падаем, мы берем сделки на шорт. Но так как здесь боковик и нисходящий, и до этого был восходящий тренд, я бы здесь не остановился и не рекомендовал в шорт. Это просто трендовый канал. Важно дожидаться, когда он будет пробит. И я сейчас покажу, почему здесь он пробит и пошли. Давайте я этот день разберу, и я считаю, наверное, достаточно. Здесь у нас есть раз дно, два дно. Вот здесь пробуют вырываться с открытия сессии. На открытии сессии мы пришли, протестировали, значит, вот эту точку входа, где вошли. Да, и ушли наверх. Здесь можно было встать в лонг, стоп, приказ, вот, 0.11, take profit 0.30. Раз точка входа, но даже если вы неопытный, вы не возьмете эту сделку. Дождайтесь просто выхода, вы видите, что тренд пошел вверх. Окей, хорошо, до этого тоже, возможно, он там рос. Потом первая консолидация, потом после первой консолидации еще вам охрененный дарят сигнальный бар входа, да, о котором я рассказываю. 0.10, стоп, 0.30, take. Вот она красивая сделочка, раз. Все, вы три к одному сделали, дальше смотрите, что-то как-то пошло, какое-то там вязание. Вы обязательно линию тренда чертите. Далее смотрите, что в трендовом канале происходит. В трендовом канале происходит следующее. Он такой, как некий флажок, да. Мы видим, что раз удар идет, потом два удар идет и третий удар идет. Есть три варианта, три толчка, как они расторговываются. Рад толчок, два толчок, третий толчок, чуть выше, чем предыдущий. Это тоже говорит к развороту, ну, в данном случае продолжению тренда. Но сигнал будет более слабый. А когда есть рад толчок, два толчок, третий толчок и он ложный, да, вот пробили и выкупили именно третий толчок, вот эту линию пробили и выкупили. И еще у нас как клины, еще до этого у нас был восходящий тренд. То это нам говорит о силе быков и нужно становиться в лонг. Где здесь становиться в лонг? Вот на вот этом баре, ну, здесь нет, видите, красивого сигнального бара. Здесь на трехминутном был сигнальный бар. Но здесь нет. Я иногда посмотрю на трехминутный, вот в таких ситуациях, на третий толчок, когда должно быть где-то продолжение разворот. В данном случае, даже если по пяти минутке, да, вот вы на вот этом баре, который предыдущий максимум пробил, вы на нем вошли. Вы на нем вошли и ваш стоп-приказ под данный бар, да, это 0.08. Когда этот бар закрылся, вы свой стоп-приказ пододвинули сюда. Take profit, ну, в среднем 0.25, да, take profit. Вы же не знаете, пойдет он там выше или нет. Вот достаточно, все, отработали сделку. Далее смотрите, после первой консолидации, когда следующий бар начинает с зеленым, да, на пятиминутном таймфрейме, вы опять встаете в лонг, и здесь красивейший сигнальный бар. Вот два вида красивейших сигнальных бара. Это либо вот такой пин-бар, он на самом деле зеленый, просто он, почему красный внутри, потому что он предыдущий минимум пробил, но на самом деле зеленый. И тело в основном вверху, и большая тень. Вот это сигнальный бар раз, и вот, ну, вот это тоже сигнальный бар, но здесь нету никаких критериев, помимо сигнального бара. Вот он, сигнальный бар два. Вот эти два бара, запомните, заучите, они красивые. Вот они и будут разворотными там, где это должно. Ну, и аналогично, в противоположном, значит, вот он, тот же самый сигнальный бар, как и вот этот сигнальный бар, только в противоположном движении, да, это раз. ну и такой же красненький ну вот он красненький 2 до как внутренний бар только по направлению движения вот здесь вторая сделка да здесь стейк на 1 тик выше этого бара стоп на 1 тик ниже этого бара 0 0 6 значит 018 вы забираете все три к одному забрали от бара стопа ну там ваша позиция все достаточно конечно здесь и выше пошло и так далее но достаточно в данном случае можно было подольше скорее всего посидеть потому что первая консолидация случилось только на 04 процента отъехали как минимум две волны должно быть если это только первая волна вот от минимума отсчитывается вторая волна вот ровно примерно до этого диапазона и дошли поэтому здесь как минимум 50 процентов я бы точно зафиксировал и 50 процентов по раскидывал повыше с тем что я знаю куда может инструмент прийти вот что вам нужно знать про трендовые каналы и каналы тренда надеюсь было полезно ставим лайк данному видео пишем в комментариях что было непонятно или чтобы вы еще хотели в трейдинге узнать ваша обратная связь очень важна для меня потому что она ну подсказывает внеш о чем вы хотите знать дальше развиваться я готов нести передавать вам эту пользу тем большое спасибо до скорых встреч пока пока подписываемся на канал ставим лайк и пишем в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть до встречи в следующем видео пока